мне хотелось бы поговорить о таком странном понятии который периодически возникает в гуманитарных разговорах я имею ввиду понятие когнитивное картирование или когнитивное картографирование можно переводить его по-разному оно происходит из английского языка пользуется им современный исследователь утопии американский теоретик культуры фредерик джемисон и в английском варианте она звучит как когнитив мэппинг так что вы понимаете о чем идет речь фактически это мэппинг такой вот когнитивный мэппинг но чего мэппинг и к чему собственно говоря это понятие мы можем применить дело в том что для самого джемисона существует проблема на которые связаны отчасти с проблемой кантовского возвышенного только применительно к жизни в современном мире в том мире который он определяет как постмодернистский имея ввиду некоторую культурную доминанту которые позволяют объединять разнообразие культурных практик и явлений которые мы с вами сегодня и наблюдаем и вот это постмодернистская культурная доминанта требует постановки многих проблем на том языке который может быть даже еще предстоит изобрести и понятие когнитивного кортирования на самом деле вписано в круг определенных ограничений современного человека так можно сказать и одновременно имеет отношение к его повседневному опыту и вот мне кажется что для нас еще это важно тем что когнитивная квартира не возвращает нас в круг проблем эстетических но только в том случае если под эстетикой мы будем понимать исходное определение этого слова именно нечто чувственное некий чувственный опыт то есть для феноменального проживания переживания у пространства причем не какого-нибудь пространства а пространство постмодернистского мира того мира в котором мы с вами живем значит о чем в сущности идет речь для него источниками этого понятия является исследование города и в этой связи он называет кевина линча который собственно и выдвигает понятие когнитивная картина не имея ввиду что человек отчужден от города от городского пространства постольку поскольку он не в состоянии составить ментальную карту своего прохождения через этот год ну то есть если вы не можете представить себе как устроен тот город через который вы проходите ежедневно значит вы отчуждены от опыта жизни в этом городе это первый источник где джемисон самого начала подмечает важный для него момент а именно несовпадение между твоим собственным опытом и тем целым частью которого этот опыт является в данном случае речь идет о некоторым целом то есть о представлении город вторым источником его употребление когнитивного картирования является определение идеологии по альтисер это определение частное и конечно есть масса других подходов к идеологии в частности конечно основной марксов подход к идеологии как некоторой форме ложного сознания но тем не менее джемисон интересует именно альтисеровская версия где говорится о том что это есть некоторое воображаемое это простите есть некоторый образ воображаемых отношений или так можно сказать тех отношений которые представляет субъект в отношении своих реальных условий существования несколько сложная формулировка но попытаемся и упростить а именно это образ воображаемого отношения к реальным условиям существования то есть опять же даже в этой формулировке прослеживается тот самый разрыв который интересует джемисона а именно ваш частный повседневный опыт как представители некоторого социального целого группы или класса этот горизонт социального целого группы или класс и невозможность преодолеть этот разрыв на самом деле этот разрыв постоянно преодолевается и вот преодоление разрыва для джемисона есть некоторый опыт картирования или картографирования этим опытом является в частности идеологии но некоторый живой вариант идеологии то что порождается постоянно как некоторые идеологии или не порождается потому что бывают такие периоды в истории когда нет этих живых так сказать проживаемых идеологических форм который постоянно восполняет разрыв значит что это применительно к ситуации современного мира это наш частный опыт людей живущих в мире глобальном наши повседневные привычки наше переживание этого состояния состояние и наша невозможность представить себе то целое частью которого является этот повседневный опыт то есть это приводит как раз к упадку социального воображения что имеет очень тяжелые последствия а именно это влияет на нашу способность бороться за лучшие условия жизни за лучшее будущее если угодно потому что неспособность представлять себе целое а точнее говоря отношение к этому целому неспособность воспринимать логику целого приводит к упадку социального воображения приводит к упадку активизма и поэтому на самом деле когнитивное картирование это вопрос социального действия в первую очередь это вопрос социальной борьбы вот джемисон оставляет этот вопрос во многом открытым он говорит о том я не могу вам сказать какие формы политической борьбы могут быть изобретены сегодня я не могу вам сказать какие формы политической репрезентации могут существовать сегодня то есть какие представления или изображения целого мы можем создавать но тем не менее если мы не имеем этого образа если мы по-прежнему расписываемся в свои неспособности найти связь между своим повседневным опытом и тем целым тем горизонтом куда этот опыт вписан глобальным миром в котором мы живем мы не сможем никак иметь дело с будущем то есть можно сказать что как когнитивное картографирование как понятие конечно является понятием активистским во многом и хотя она ставит вопрос об условиях существования в мире сегодня это пространственный образ культуры джемисон интересует пространственные образы культуры тем не менее в нем явно присутствует социальный активистский подтекст